Корпоративный творческий проект. На предприятиях агропромышленного комплекса «Промагра» трудятся сотни талантливых женщин, которые в свободное время от работы занимаются рукоделием. Вяжут, шьют, вышивают, валяют и рисуют. Лучшие работы мастерицы представили на выставке в Центре культуры и искусств. Невероятно пушистые носочки, ажурная понча, плетеная дамская сумочка, райские цветы из фетра, солнечная мимоза из шерсти, бисерные лики святых. Авторы этих восхитительных работ – не профессиональные мастерицы, а рядовые свиноводы, переработчики мясной продукции, операторы, бухгалтеры, экономисты, родильщики и маркетологи. Я вяжу давно, с первого класса, потому что у моей подружки вязала мама, и мне так захотелось попробовать. И долго уговаривала маму, чтобы она мне купила спицы, пряжу. Ну, наконец, она купила мне и ходила к подружкиной маме, и она меня учила. Все это время вяжу. Ну, как бы и большая экономия, и есть то, что у меня у других нет, которое невозможно купить. Наталья Казутина уже три года увлеченно вышивает бисером. Работы оператора свинокомплекса «Оскольский бекон-1» признаны лучшими на выставке. Наталья стала обладательницей подарочного сертификата на 7 тысяч рублей. Все это затягивает очень сильно. Хотя вот подруги говорят, что это же монотонная работа, это все кропотливое. Но когда этим увлекаешься, уже не замечаешь, как это красиво все. С каждой строкой все красивее, красивее, интереснее, интереснее. Второе место и сертификат на 5 тысяч рублей бухгалтеру Татьяне Марченко принесла фантазийная цветочная композиция. Обладательницей третьего места и сертификата на 3 тысячи рублей стала редактор радиостанции «Европа плюс» «Старооскол» Наталья Шуликова. Приятным сюрпризом для участниц выставки стал мастер-класс по изготовлению броши из фоамирама. Украшения сделали за час. Мне понравилось. Я научилась делать. Буду теперь делать такие розочки. У меня тоже дочка, если она еще маленькая, 3 годика. Буду научу ее. Очень приятно, потому что почувствовала себя, как будто в школе. Мы очень рады, что мы приехали и научились розочки делать красивые, пообщались с людьми. Праздник продолжили маленькие артисты из вокально-хореографического ансамбля «Заваленка». Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.